Назар Кравченко, первый заместитель новой партии, национальный корпус, выходит с нами на связь. Назар, добрый день. Мне кажется, что вы, если не нашествие, то оно только что завершилось. Где вы, кстати, сейчас находитесь? Как оно прошло? Нашествие завершилось буквально 10 минут назад, и я вот нашел способ с вами связаться в соседнем заведении. Сшествием довольны? Да, конечно. Назар, вы знаете, вам часто задавали этот вопрос, и у меня этот вопрос, я думаю, тоже не мог не возникнуть. Партия новая, на что она будет жить? Как вы будете себя финансировать? Смотрите, жить партия может, в принципе, и без денег. Ну, если мы говорим, как бы, жить. Участвовать в выборах, это уже другой вопрос. Да, это другой вопрос. И я надеюсь, что у нас со временем получится поменять самоотношение к выборам и правила участия. То есть как это? Ну, если вот лично, как бы, у меня такое утопическое видение, что партия должна иметь возможность участвовать в предпоспособной без зависимости от большого капитала. Но все равно выборы — это агитация. Сколько бы у вас не было сторонников, вам нужно достучаться до своих избирателей. На прошлых выборах избиратели не слишком активно голосовали за, например, правый сектор. Смотрите, а мы сейчас не говорим о электоральных симпатиях. Назар, надеюсь, сейчас восстановится связь, я вас буду лучше слышать. Можно вас попросить повторить ваш ответ? Смотрите, мы не говорим сейчас о электоральных симпатиях. Мы сейчас говорим о вообще, как бы, самой процедуре выборов. Мы знаем, например, сколько стоит медийная компания о партии, которая сейчас находится в власти Украины. Сколько тратили денег на медийную компанию. Если мы разрушим этот социальный миф и, наоборот, создадим новый, что вкидывать деньги в рекламу — это, знаете, как плохой тон. В порте плохой тон, проплачена реклама на телевидении и радио — это плохой тон. Люди будут обращать на настоящих, на тех политических активистов. А вы пойдете в народ или как-то своими делами будет доказывать свою состоятельность на выборах в этом случае? Активисты сделали марш около 15 тысяч. Тяжело посчитать, но это больше 10 тысяч активистов. 6,5 тысяч — это люди, которые приехали из других городов Украины. Это ваше... Я понимаю, что вы ориентируетесь на этих людей. Есть политические силы, с которыми вы предполагаете в будущем консолидироваться как-то на предстоящих выборах? Вы знаете, мы это еще не рассматриваем. То есть, если будут порядочные политические силы, которые не будут там занажированы или с плохой историей, в принципе, нам ничего не мешает с ним иметь какие-то общие союзы. Вот только, наверное, единственный крикает. Назар, вы знаете, я хочу вас попросить остаться с нами на связи. Вам, наверное, будет интересно, что о вашей новой партии говорят эксперты, которые внимательно следят за правыми движениями в Восточной Европе. Например, политолог Андреас Умблан прямо сейчас включается к нам из Германии. Здравствуйте, Андреас. Скажите, пожалуйста, вот то, что мы сейчас увидели в создании этой партии, некоторые считают правым поворотом Украины. Может быть, ошибочно, может быть, нет. Но так или иначе она появилась. Это неизбежная политическая реальность? Или это ответ на российскую агрессию? Или это абсолютно нормальный политический процесс, как вы это видите из Германии? Ну, во-первых, так, что появление таких партий в европейском контексте такой же большой сюрприз. То есть, таких партий есть много. И, в принципе, сегодня в Украине можно было даже ожидать таких партий, поскольку вот очень напряженная ситуация, есть война. И вот это вот дробление националистического сектора, которое сейчас происходит в Украине, это тоже, в общем-то, обычное развитие в европейских странах. Это можно и в западноевропейских, и в восточноевропейских странах наблюдать. Поэтому это меня не очень удивляет. Назар, вы знаете, у меня к вам вопрос. Как раз хочется слова Андреаса адресовать вам. Вы, я сейчас попрошу режиссеров дать возможность поговорить с Назаром. Вот смотрите, какая штука. Вы декларируете, по крайней мере, как я понял на своем съезде, что Евросоюз вас не очень интересует. Вы хотите создать совсем другой союз, Балто-Черноморский союз. Но тем временем в Европе довольно много людей появилось, которые создают партии. Это партии правого толка. А вам не кажется, что вам надо как раз, ориентируясь на них, двигаться в сторону Евросоюза? Простите, пожалуйста. Начнем сначала. Во-первых, рад видеть Андреаса. Вы с ним знакомы. Я знаю. Во-вторых, вы делите как бы правые и левые. И я думаю, это не актуально. И как бы не соответствует той ситуации, в которой находится Украина. Объясните. Ну, потому что, я думаю, что множество пунктов наших программных, они не попадают под критерию традиционно правых направлений политических. Их можно более расстрелить все-таки как более левые. И потому, ну, это такое деление, вы знаете, довольно грубое и необъективное. Но вас центристами тоже не назовешь. Понятно, что в Украине правые и левые не то же самое, что в России правые и левые. Совсем не то же самое, что во Франции. Так, чтобы вот, например, делать аналитику. Если мы говорим, как бы, ну, давайте лучше о каких-то более конкретных темах, которые вас интересуют. Там правый, тлок. В Украине идет война. Очень конкретная тема, которая меня интересует. Вы возникли, в конечном счете, из цивильного корпуса полка АЗОВ. АЗОВ вообще военизированное подразделение. Наверняка у вашей партии есть люди с кулаками. Будем называть их силовой крылой или как угодно их можно называть. По крайней мере, эти люди умеют драться. Вы как-то видите возможность использования умения этих людей выходить на улицу с кулаками в политической борьбе? И вообще, в каком случае сторонники новой партии могут прийти на улицу и заявить о своих правах не парламентским способом, а вот таким кулаком? Хорошо, перед моим ответом учитывать как бы ту ситуацию, что в моей стране идет война. Да, я понимаю, поэтому я и спрашиваю этот вопрос, как будто мы это уже учитываем. Мы понимаем, что происходит. Которые не могут вернуться в Крым, им негде жить. Они живут вместе со мной. Так и в каком случае? Я еще раз, давайте, ну как бы объясню, почему в Украине сейчас такая ситуация, что возможно, много людей, которые были участниками боевых действий, они воевали за независимостью. Есть люди, которые умеют воевать, есть люди, которые принципиальные и готовы на поступок. Есть люди, которые не просто так. Андрес. Назар, одну секунду. Вот теперь, если позволите, продолжайте, просто чтобы связь не рвалась, мне очень важно услышать то, что вы отвечаете. Мы для того и создаем политическую партию, чтобы мы имели возможность прийти к власти мирным, правильным путем. Еще раз, на стране война, где агрессор... Простите, я понял это. Я не хочу вам помешать ответить, но времени в эфире мало. Я понял. Да, есть люди, готовые на поступок, есть люди, участники боевых действий, но мы создаем партию для того, чтобы социальными методами прийти к власти. Да, ну я могу себе представить таким образом, что в вашем ответе говорится, что вы не хотите, чтобы люди использовали свое умение драться на улице. Видимо, не исключаете возможность в каких-то случаях все-таки, что это придется сделать. Смотрите, в данный момент в Киеве есть прорусские силы, которые воруют людей, нападают на националистов, смертные случаи. Я могу перечислить раз случаи, в запасе них нападают на участников боевых действий и так далее. Я бы очень не хотел, чтобы политические решения принимались под воздействием силы. Мы считаем это неправильно и у нас есть свое видение. Мы сегодня презентовали политическую партию. Отлично. Теперь у меня вопрос к Андреусу. Это последний вопрос. Андреус, а вы приветствуете оформление в политическую силу людей, которые придерживаются той идеологии, которая была заявлена, например, в уставе партии, сегодня появившись? Ну, я эксперт. Я не приветствую или отрицаю какие-то такие события. Я могу это просто комментировать, что это добавляет еще одну националистическую партию к украинскому политическому спектру. И мы уже видели, к чему это привело в выборах 2014 года, когда был правый сектор и свобода. Если бы они вместе шли, может быть, они бы перешли 5-парьер, а так они не прошли 5-процентный барьер. Теперь еще будет третий актер, к тому же правый сектор разделился на две группировки. Поэтому я не думаю, что появление значимое для Украины явление. Отлично. Но из-за этого мы узнаем на выборах, которые не так уж и не скоро в Украине пройдут. Спасибо огромное.